В 60-е и 80-е годы кафедрой нормальной физиологии руководил доктор медицинских наук, профессор Игорь Дмитриевич Боенко. Игорь Дмитриевич Боенко родился 3 мая 1921 года в городе Армавире. Окончив 4 курса Воронежского медицинского института, в 1941 году ушел добровольцем на фронт в составе Воронежского добровольческого коммунистического полка. Свой военный путь от Воронежа до Вены он написал в книге «Записки военного врача». После окончания войны продолжил обучение в Челябинском медицинском институте, который окончил в 1946 году. Там же окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора Василевского, которого и считал одним из своих учителей. Организовал и был первым заведующим кафедрой нормальной физиологии в Читинском медицинском институте. Докторскую диссертацию защитил в 1956 году. В 1960-е годы был избран по конкурсу на должность заведующего кафедры нормальной физиологии в Воронежской государственной медицинской академии, который руководил до своей смерти 12 декабря 1985 года. Я с определенной даже настороженностью встретил нового заведующего, хотя уже был студентом, и Артем Петрович говорил, что видит во мне будущего аспиранта. Но и Артем Петрович в своем обаянии, своей человечности, своей эрудиции растопил этот лед отчужденности. И все дальнейшие годы я с огромной благодарностью могу вспоминать своего учителя, старшего друга, которым он был в течение всех этих лет. Я уже заканчивала диссертацию. Все это под его руководством. Причем руководство ненавязчивое. Понимаете, настолько удобно было с ним работать, что даже трудно представить. Я уже не могла представить себя другого руководителя. Это был обаятельнейший и такой привлекательнейший человек. Он к себе притягивал, понимаете. И вот с ним разговаривать, это было просто, знаете, не только приятно, но я, например, как с отцом, понимаете, разговаривала. Несмотря на разницу лет, разницу в эрудиции, стажей и прочем, он всегда с благодарностью воспринимал, если были какие-либо замечания. Вот чему стоило поучиться, вот этой самокритичности, умение учиться и учить других. И была именно школа о том, что были молодые, были средние поколения, было старшее поколение. И атмосфера была такой, что, как говорится, закисать нельзя было. Ну, хотя бы, к примеру, вы знаете, что в журнале «Наука и жизнь» всегда были кроссворды с фрагментами. Меня хватало отгадать, ну, максимум наполовину. С остальными я шел уже к имиджу. То есть это была хорошая, большая семья, дружная. Сразу могу отметить, что великолепнейший хирург-оператор. Так как он проводил канюлирование каротидного синуса, позавидовали бы сосудистые хирурги. То есть операционная, в ягваре, экспериментальная работа кипела в полном ходу. И в те годы, когда я уже стал аспирантом, одновременно на кафтере работал до шести аспирантов, засиживались мы здесь допоздна. Это было уже к полночи ближе. А Эдмитич проживал недалеко отсюда. И частенько, вечерами прогуливаясь, навещал аспирантов и интересовался, как идут дела. И заключал всегда свои коронные фразы. Ну, ну, не буду вам мешать. Мы посмеялись по молодости лет, не понимая глубину этой мысли. Но лишь годами, когда уже повзрослели и, можно сказать, понудрили, поняли весь глубинный смысл этой фразы. Кружок великолепно работал, просто великолепно. Игорь Дмитриевич вел этот кружок. И приходило, вы знаете... Помный зал был, особенно когда он демонстрирует гиброзис? Да, до сотни человек приходило. Теперь мне очень понравилось то, что на некоторых лекциях проводили эксперименты. Прямо показ приводили собачку, ну, например, с вживленной фистулой желудочка. Да, басовская фистулу. Табасовская или со слюной этой самой фистулой, выделение слюны. При определенном, что... При определенном корме у собачки. Это было, во-первых, запоминающее, и это оставалось на всю жизнь. В одно время, я уж не помню точно какой год, но, по-моему, где-то конец 80-х, законодательство вышло против алкоголизма. Нет, это раньше, наверное, да? Как все 80-х, по-моему. Это Горбачево, да, да, вот это самое. Да, 80-е где-то. Ну, раньше он начинал тему просто. Нет, раньше, да, это 80-е. Это злоупотребление алкоголем, то есть против алкоголизма. И у нас на кафедре... Кстати, последний аспирант Ильмича, наш теперешний ректор, который как раз в кандидатскую диссертацию делал по алкогольной мотивации. Да, да. И у нас это самое, стали проводить студенческие, экспериментальные работы, знаете, научные, на животных. То есть изучали как раз влияние алкоголя на здоровый организм. На здоровый организм. И риск, да, и моменты, да, привыкания, да, развития этого вот хронического алкоголизма, короче говоря. Если говорить о манере поведения Ильмича, он, конечно, читал лекции свободно, он прекрасно владел материалом. Ну, сегодня, конечно, они отличаются от тех лекций, которые читают наши профессора, заведующие кафедрами. Ну, у нас более такой четкий рисунок лекции, схема, более понятный, докручивый материал. Ильин Бич, да и, собственно, профессора того периода, они, конечно, владели материалом весьма, кажется, свободно. Вот, и лекции у них были очень такими, ну, я бы назвал их высокохудожественными. То есть это было не просто там изложение материала, это были примеры, это были великолепные поданные факты, не только из жизни ученых, но и из экспериментальной работы и так далее, и так далее. Игорь Дмитриевич Боенко, несомненно, внес огромный вклад в развитие кафедры нормальной физиологии. Плоды его труда мы можем наблюдать и в наши дни. Атмосфера творчества и науки царит здесь и по сей день. Та самоотдача, с которой работал Игорь Дмитриевич, его стремление к развитию, несмотря ни на какие трудности, могут служить примером того, как стоит жить. Редактор субтитров А.Семкин